Следующая концепция, которая входит в мою систему по созданию капитала в 1 миллион долларов за 8 долларов в день – это цена и ценность. Откуда это можно взять, где это можно прочитать? Бенджамин Грэм – разумный инвестор, учитель Уоррена Баффета. Баффет делал все, как Грэм завещал и стал миллиардером. Цена и ценность. О чем говорил Бенджамин Грэм? Вы всегда должны понимать цена, которую вам нужно заплатить за актив, ценность, которым этот актив обладает. Предположим, пример с той же самой коровы. У вас есть 10 тысяч рублей. Вы пришли на рынок, ставят три коровы. Одна корова дает 5 литров молока, другая корова дает 10 литров молока, третья корова дает 20 литров молока. Опять же, возьмем условно, 1 литр молока стоит 1000 рублей, просто чтобы было условно считать. То есть, у одной показатель, и все стоят по 10 тысяч рублей. Вы берете 10 тысяч, делаете на 5, получаем 2. То есть, по сути, сколько литр молока у нас стоит? 1000 рублей, чтобы легко было считать. Одна корова дает 5 литров молока. То есть, получается, она должна дать 2 литра, и вы окупите свои вложения в корову. Вторая дает 10 литров молока. То есть, вы берете 10, делите на 10. Ну, то есть, за одну дойку она, соответственно, себя окупит. Первая окупит себя за 2 дойки. Вторая себя окупит, дает 10 литров молока за одну дойку. А третья, соответственно, себя окупит, которая дает 20 литров молока за половину. И даже с одной дойки вы уже 100% заработали. Это вот вопрос цены и ценности. У нас, к сожалению, да, ментальность, люди не смотрят на ценные бумаги, на объекты для инвестиций вот именно с позиции цена и ценность. Какую цену я заплачу по сравнению с той ценностью, которой она обладает? Допустим, я вот жил в Москве, да, человек, собственник, который сдавал мне недвижимость, он сдавал мне четырехкомнатную квартиру 200 квадратных метров, которая стоила 100 миллионов, он сдавал ее за 135 тысяч рублей в месяц. То есть у него вот этот вот показатель цена и ценность, цена 100 миллионов, ценность 1 650 тысяч, этот показатель составлял 68. То есть он должен сдавать эту квартиру 68 лет для того, чтобы окупились его вложения в эту квартиру. При этом я покупаю, допустим, акции, у которых показатель составляет всего лишь 2,5. То есть за 2,5 года есть акция с сетевой компании, где у нее чистая прибыль, размер чистой прибыли этой компании окупает вложения за 2,5 года. И она еще платит дивидендов под 10%, направляет 25% прибыли только на выплату дивидендов. То есть, если она все 100% направит на выплату дивидендов, у меня дивидендная доходность соответственно составит 40%. И вот это, соответственно, задача искать такие, то есть постоянно задаваться вопросом, а какую цену мне нужно заплатить за актив и какой ценностью этот актив обладает, да, по сути, каков срок окупаемости. Это тоже немаловажный фактор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова